Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят? О чем говорят?». Новый год в России традиционно начинается с новых законов. Один из самых обсуждаемых – это закон об изменениях в торговле пивом, который вступил в силу с 1 января 2013 года. Вот об этом и будем говорить сегодня. У меня в гостях руководитель Департамента регулирования оборота алкогольной продукции, Минэкономразвития, инвестиций и торговли Самарской области Владимир Востриков. Здравствуйте, Владимир Константинович. Спасибо большое, что пришли. Снова с вами будем говорить об алкогольной продукции, как в прошлый раз. Понятно, о чем же еще. Да, да. Но вот вы сказали, что вступил новый закон. На самом деле это одна из норм, которая вступила с 1 января. С 1 января, да. А закон-то вступил в июле 2011 года. Ну, в соответствии с пунктом 6 ст. 16 федерального закона номер 171, начиная с 1 января 2013 года, организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, начиная, как я уже сказал, с 2013 года, должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, а также контрольно-кассовую технику, если иное, не установлено федеральным законом. Я специально зачитал выдержку, потому что к нам поступает очень много обращений к граждан, обращений предпринимателей, которые осуществляют эту деятельность, с просьбой разъяснить, как же у нас происходит торговля пивом с 1 января. Но также этот закон говорит о том, что данные требования не распространяются на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемые организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания. При этом требования по размеру площадей для торгующих пивом законом не установлены. Таким образом, предпринимателям нужно обратить внимание на стационарность своего объекта, а не на его размеры. Если объект не стационарный, то продажа пива в нем может осуществляться только через предприятие общественное питание. Это что, например, может быть? Столовая? Да, совершенно правильно. Кафе. Совершенно правильно. У нас налоговый кодекс определяет перечень этих организаций. Здесь мы говорим о том, что ни в каких киосках, да? Вот давайте, чтобы понятно было. Ни в каких киосках пивом торговать нельзя, если это объект не стационарный. А стационарность подразумевает наличие свидетельства о государственной регистрации. Это основной признак стационарности. И, в принципе, я читал, что торговым пивом, допустим, если общая площадь не менее 50 метров, это не играет. Это просто уже дальше ночью. Нет, это вроде играет. Это уже стационарность. Обсуждали? Да, да. А стационарность определяется... Вот федеральный закон, я взял выдержку, об основах государственного регулирования торговой деятельности. Здесь четко расписано, что такое торговый объект, что такое стационарный торговый объект, что такое нестационарный торговый объект. И, соответственно, по проверке этих объектов, по проверке законности торговли пивом, это Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 3 статьи 14-16, нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. По этой статье могут составлять протоколы об административном правонарушении сотрудники органов внутренних дел и управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. То есть только две организации могут контролировать, насколько этот закон у прокуратуры еще. И, значит, санкции за нарушение этих статей влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а на юридических лиц от 30 до 40 тысяч. — На самом деле не очень большие штрафы. Давайте вот сейчас пробежимся. Вы сказали, как бы возьмем это за основу и пробежимся более подробно. Вот как вы считаете, вот хватило ли вот этой первой декады января на то, чтобы торговые точки перестроились под новый закон? Потому что, насколько мне знаю, я вот помониторил интернет, посмотрел, что пишут в других регионах и как. Во многих местах как торговали, так и продолжают торговать. Кто-то говорит, что продает старые запасы, но это же все равно нарушение закона, да? — Да. Вот в связи с этим хотелось бы отметить обращения, которые к нам поступают от жителей нашего города. Они поступают на телефоны горячей линии, которые мы с вами в прошлую нашу встречу давали на них ссылку. Многие продолжают торговать, несмотря на вот эти... Ну, для кого-то значительные, для кого-то незначительные штрафы. Многие предприниматели идут на риски. Та же статистика, которую в интернете мы можем видеть, статистика дает такую цифру. Порядка 175 тысяч торговых мест уйдет в результате вступления в действие этого закона, этой нормы. И порядка 500 тысяч рабочих мест... Ну, я ни в коем случае не призываю к тому, что нужно торговать. Закон есть закон. — А вы имеете в виду, около полумиллиона человек могут остаться без работы? — Да. Политика нашего правительства и президента, она однозначно на сокращение алкоголизации населения. Поэтому мера правильная, мера закона абсолютно... — Здесь ведь рассуждают, я думаю, как, смотрите, если брать просто торговлю пивом в районах, да, и в сельской местности, почему такие большие цифры получаются, да? Потому что основную выручку вот эти вот мелкие и средние предприниматели делают на пиве. Но при этом они торгуют ведь еще, почему они необходимы, да, там, хлебом, молоком, маслом и так далее, и так далее. И многие говорят, вот мы сейчас пивом перестанем торговать, и придется закрывать павильон, киоск и так далее. Вот мне кажется, отсюда такие большие цифры. Но я думаю, не знаю, может быть, я не прав, очень многое зависит от политики властей на местах. Там, главра района, там, сельского поселения или еще что-то. Они же тоже прекрасно понимают, что нельзя без торговой точки. И, значит, какие-то пути выхода все равно нужно искать. — Без торговой точки нельзя, но торговая точка должна быть легальной. — Конечно. — Вот, и если закрывается торговая точка, ну, это не значит, что там сельское поселение лишится в том или ином виде. Торговля, она все равно есть. И торговля алкоголем, она же все равно есть в каждой деревне практически. — Я поэтому и говорю, что не нужно торговлю алкоголю ставить во главу угла. Я вот к чему говорю. А если говорить о той же торговле алкоголем, то вот давайте вспомним вот эту вот систему оценки эффективности работы муниципальных образований, да, которые у нас с этого года должны. — С этого года губернатором Николай Ивановичем Меркушкиным вводится система оценки эффективности работы муниципальных образований. Ну, в частности, ну, там порядка 14 показателей для разных образований, разная система. — Да, в том числе там есть показатель такой, как доля продаж местного алкоголя в общем объеме продаваемого алкоголя в этом поселении. Ну, с чем это связано? Мы говорили на прошлой нашей встрече с тем, что производство, акцизы — это бюджет, это наполняемость бюджета, это социальные программы, это ответственность социальная наших, так сказать, властей. Вот. И вот этот показатель, на самом деле, он достаточно правильный. И при правильном подходе глава сельского поселения, он сможет вывести из тени того, кто... Ну, все равно же торгует. Они будут торговать легально. Они будут торговать легально, они будут платить налоги. Ну, вопрос цены алкоголя тоже можно коснуться с 1 января. 170 рублей — минимальная цена водки. — Со 125 или 175. — Со 125, да. И 250 — минимальная цена коньяка. То есть политика направлена на вывод из тени. — Ну, в принципе, конечно, все делается правильно. И самое главное, чтобы и детей оградить, и многие сейчас говорят, да, особенно в тех же сельских районах, когда молодежь идет во всю ночь, мотаются, покупают пиво и так далее. Потому что я к чему это подвожу? Мы не сказали, что запрет с 22 часов до 8 часов. — Нет, у нас с 22 до 10 часов. — До 10 часов. — До 10, да. Это общефедеральный запрет, он с 23 до 8, но органы местного самоуправления, субъект установил... — Свой собственный. — Свой собственный, да. — Хорошо, я с федерального взял поэтому эту цифру. Как много народу сейчас уже стали обращаться к вам за разъяснениями. Мы начали говорить о горячей линии, я думаю, можно еще раз напомнить, что она постоянно действует и постоянно работает. — Да, постоянно действует. — Сейчас телефон горячей линии вы видите у себя на экранах. Поэтому, если что, всегда можно позвонить. Обращений много на сегодняшний момент? — Более 120 обращений за все время действия этой горячей линии. Часть информации мы реализуем сами путем организации внеплановых проверок по согласованию с прокуратурой. Часть информации передаем в органы внутренних дел. И эта информация отрабатывается, реализуется. О чем мы имеем, так сказать, обратную связь, нормальный контакт. — У нас потому что очень много, пока закон обсуждался, говорили, вот сейчас запретят торговлю и упадут отчисления в бюджеты разных уровней. Но, я думаю, не должно произойти. — Не, ну, на самом деле акцизы, они платятся от производства. Поэтому те производственные, те планы, которые есть у заводов-производителей, в общем-то, рынок от этого не упадет. Емкость рынка, она существует. И она может колебаться в незначительных величинах, но пить меньше не станут. — Единственное, что нужно будет пересмотреть свою работу, это вот тем, кто реализует продукцию и хозяеву всех этих многочисленных мелких этих. Хорошо. Ну, вот мы начали говорить о том, что контролировать будут только две организации. Это, значит, сотрудники правопорядка, да, это работники милиции. И, так и хочется сказать, санэпидемнадзор, как раньше называли, да, Роспотребнадзор. Вот. Но, в принципе, знаете, вот о чем подумал? Мы когда начали вот в начале беседы говорить о том, что на селе особенно вот продолжают все равно из-под пола торговать, ведь может получиться такая картина, что если хорошее отношение с кем-то, с участковым, да, то еще целый год торговать будут. А Роспотребнадзор, по-моему, вообще может обратиться только если кто-то написал заявление, и только в таком случае они могут какие-то мероприятия. — Да, вопрос понятен. Вот как раз вот эта система показателя, она и построена на том, чтобы выводить из тени, чтобы в легальный оборот вводить вот эту торговлю, потому что муниципалитеты будут финансироваться дополнительно за выполнение этих показателей. И главе сельского поселения, да, ему будет выгодно, чтобы получить дополнительные деньги. — Ну, проще будет легализовать это все дело, чтобы деньги в бюджет шли, конечно. Хорошо, понятно. Какие-то еще изменения ожидаются? — Ну, вот здесь можно сказать, раз уж мы говорим сегодня об алкоголе, о тех изменениях. Наконец-то принято постановление правительства, которое касается определения мест массового скопления и определения прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Мы долго ждали, было несколько редакций, и вот, наконец, 27 декабря вышло постановление правительства номер 1425. — О чем это говорит? — Говорит о том, что органы местного самоуправления будут определять границы прилегающих территорий, на которых нельзя торговать алкоголем. Ну, это детский, образовательный, медицинский, о чем мы говорили. — Время, школа, время. Да, у нас... — Да, просто порядок. — Очень часто так было. Стоять школа, а рядом пивнушка. — И места скопления, массового скопления, и источники повышенной опасности. То есть там весь порядок расписан. Вот этот вот некий вакуум правовой, который существовал в течение, скажем так, полутора лет, когда были изменения приняты, он, наконец-то, заполнен. — Главный плюс всего вот этого действия, на ваш взгляд? — Снижение контрафакта. — Снижение контрафакта. — Снижение контрафакта — это основная задача. — Основная задача. — На что направлено. — Хорошо, спасибо вам большое. Мне уже подсказывают, наше время подошло к концу. Спасибо. Это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». До встречи. Спасибо еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok